Чё там, чё там делаешь? Ну если не поёт, значит всё нормально Не знаю, не знаю Чём-то гремит, это мне меньше нравится, чем если бы он пел Всем привет, это Саша Гендель Это Гуша Грибс И проект Первая Варка По многочисленным просьбам мы решили сделать обзор того оборудования На чём мы варим пиво, поехали! Первый девайс, который вам понадобится для того, чтобы варить домашнее пиво Это мельница Мы взяли вот такую вот штуку Она стоила 7500 в своё время, где-то летом Два валика, между которыми зёрна проходят и разбиваются Да, и зазор между этими вальками регулируется Можно регулировать дискретность помола По умолчанию По умолчанию к этой штуке выдаётся ручка, которую можно крутить Но в одном из наших предыдущих видео, переходите по ссылке Мы показываем, что ручка эта неэффективна И гораздо удобнее молоть солод, подключив к этому выходу Электродрель Если вы решили заняться пивоварением Хотите по минимуму потратить свои деньги и не покупать вот такую штуку То тогда, как альтернатива, мы считали, что можно молоть скалкой, да? Можно скалкой, можно, не знаю, бутылкой из-под шампанского Ну, чем-то массивным, круглым То есть, если вам нужно от 7 до 8 килограмм смолоть, то это достаточно большой объём Это мешок вот такой вот большой Вот такой мешок Его нужно смолоть и скалкой это, конечно, весь вечер уйдёт А так 15 минут на электродрелье и всё, даже меньше Трёхвальцовые, говорят, что трёхвальцовые лучше Есть шнековые, которые дробят двумя дисками Есть, которые двумя вальцами И принципиально, ваша задача расколоть зёрнышки солода Для того, чтобы вода могла забирать из него сахара Некоторые делают это на кофемолке, но это неправильно Потому что оно дробит вообще всё в пыль А нам нужно, чтобы зерно было расщеплено Просто разрушено Просто разрушено Не, ну вы, конечно, можете в магазине купить уже помолоный Да, помолоный Помолоный, да Помолоный 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 В общем, в чём мы варим? Варим вот такой вот кастрюле из нержавеющей стали Объёмом 38 литров Что? 5 тысяч, цена вопроса У нас кастрюли несколько разных объёмов Но вот это самая наша рабочая лошадка Это то, что мы покупали специально под проект И, как видите, нет ничего по кругу Нет никаких там ни патрубков, ни чего в водящих Ни термо датчиков Просто кастрюли Да, просто кастрюли мы сливаем через... Верх Да Хорошая кастрюля, вы довольны Да Теперь то самое главное Самое главное В нашей пивоварне Это Заторный чан В котором творится всё в общем стволово Да, он же изотермический холодильник Как хотите назовите В общем, американская фирма Иглу Он 47 литровый В нашем случае бывает 70 литровый В принципе, если бы я сейчас начал заниматься С опытом Я брал бы За 7,5 тысяч Сейчас продаётся в Москве Ну, в интернет-магазинах Может установить 7,5 тысяч Стоит 75 литровый Такой изотермический контейнер Значит, держит хорошо температуру Вот Внутри мы с вами стрячили Вот такой вот фильтр Давай Вот Ну, тоже Не знаю, как это называется Материал Делал не я Это полипропилен Наши друзья помогли, да Сделали полипропиленовый фильтр Что он из себя представляет? Контур Трубки и фитинги соединили вот таким вот образом Ну, вы можете посмотреть Конструкция, в принципе, может быть разная Главное, чтобы она была примерно размазана по дну Да И насверлили кучу Миллиметрового сверла Мы насверлили по нижней поверхности Очень много Очень большое количество отверстий Вот здесь вот Ну, вот видно, что они вот есть И главное, чтобы эти отверстия были потом расположены ко дну Вниз Вниз Уже В термическом контейнере Высмотрен на сливное отверстие Оно здесь уже есть изначально Но это сквозное отверстие В которое тоже Оборудовали его краном Краном Тоже наши друзья нам помогли Роман Сергеевич Привет Привет И, собственно говоря Собственно говоря Собственно говоря Происходит дело все Вот так вот Прокладку у меня осталась Но она там присутствует Ну, то есть Вот в таком виде Вот это все собирается Заливается Вода И туда добавляется Помолотый нами Солод Солод Да Получается сусло И происходит процесс затирания А потом сусло через кран Просто сливаем в емкость Теперь, после того, как мы прокипятили час или полтора наше сусло Нам нужно его очень быстро охладить Для того, чтобы вся белковая фигня, которая находится в объеме Села вниз Плюс те кусочки хмеля, которые мы закидывали на варку Для этого нам пригодится чиллер У нас тоже самодельный чиллер И, кстати, он по своим характеристикам тактико-техническим не уступает любому чиллеру, сделанному на производственных площадях Да Потому что в основном используется Главная трубка А в нашем случае это гофра За счет чего увеличивается площадь поверхности и Теплообмен идет гораздо быстрее Эффективнее Сделан нам тоже друг и соратник Сергей Александрович Сергей Вот Так что ему честь и хвала Сделан он это все на своем балконе, по-моему, в течение одного вечера Ну, здесь у нас просто покупается сколько-то метров нужно 15-20 метров трубки Расчетное количество После этого скручивается все это на стяжках Тоже проволока медная Ну, и шланг прикручивается Обычный садовый шланг Для подачи и отвода воды И горячей холодной Ну, ничего сложного в этом нет Обязательно начинающим пивоварам понадобится, скорее всего, вот именно такая емкость Она наиболее универсальна, стоит недорого Ну, она рассчитана на оптимальное количество Все, в общем, все рецепты, которые за рубежом В России можно посмотреть в интернате Они рассчитаны на этот объем 23 литра Вот Чуть больше, чуть меньше Не важно И остается некий объем для брожения Вот это Домашняя ЦКТ Не буду в аббревиатуры вдаваться В общем, это бразильный чан Это та вещь, которую вы используете при варке несколько раз Во-первых, в нее очень удобно молоть Молоть Да Солод Мы насыпаем молотый солод в нее И потом просто добавляем при затирании именно отсюда Так же готовое сусло, уже охмеленное, мы сливаем вот в эту бродилку Вот, сбраживаем все в ней Переливаем при помощи вот таких вот силиконовых шлангов Это шланг двухметровый, еще шланг литровый И еще вам пригодится Двухметровый, есть шланг литровый Метровый Метровый Еще вот такая штучка, очень хорошая, называется риометр Прибор погружной для измерения начальной плотности сусла, конечной плотности сусла Потом по таблицам вы вычисляете, какое количество сахара, какое количество сахара у вас было в спирт, и какое количество спирта у вас получилось Термометр, значит, покупали где-то мы в интернет-магазине В комплекте шла полоска такого термометра Потом мы наклеили еще дополнительную, покупали в Мирбере Привет, Мирбер Чем она хороша? То, что гравировка у нее идет с двух градусов и до тридцати шести А дефолтная начиналась от восемнадцати градусов То есть, снова линейка, хорошо сбраживает как Или так и лагеры Цена деления два градуса Ну, еще очень хорошая, полезная вещь, незаменимая для варки домашней варки пива Теперь вспомогательное оборудование, что вам пригодится Сначала это пластиковая лопатка Обычная, если вы можете сделать такую деревянную, такой длинной То честь вам хвала Ну, в нашем случае мы купили ее в магазине Пиво варенье Вот, очень хорошо, достают до дна В такой кастрюле все хорошо Теперь для того, чтобы началось брожение как можно раньше После того, как это дали дрожжи Мы насыщаем кислородом наше сусло Для этого используем вот такой вот нагнетатель давления Это обычно продается в любом зоомагазине в любом городе Также там покупается шланг и рассекатель, камень Самый мелкий, который возможно там купить В принципе, больше ничего не нужно Можно там момент С целью экономии можете просто у бабушки спереть аквариум И там такая штука будет скорее всего Там уже налет, какой-то камень Все не нужно В общем, покупалось все Там 40 рублей 300 стоит достаточно все в бюджет Самое главное Для домашнего пивоварения Это два показателя Это температура И Степень очистки Ну про степень очистки и это можно Говорить отдельно Здесь про температуру Для того, чтобы вам поводать во все термопаузы И контролировать весь техпроцесс Вам пригодится погружной термометр В нашем случае это обычный китайский Называется ТП-101 Там я не знаю, какой у него производитель ТП мне нравится аббревиатура уже Да Вот Значит Фигня полная Значит Очень большая инерционность Порядка 30-45 секунд Не очень хорошая И еще неизвестно, какая у него точность измерения Но в любом случае Говорят, что для домашнего пивоварения В принципе, неплохо Мы заказали себе немецкий И по нему сделаем отдельный обзор А пока мы используем этот И в принципе, при следующей варке Мы одновременно будем замерять показания и этим И вновь переобретенным немецким Как говорят, более точным И менее инерционным термометром Несмотря на всю косячность этого китайского термометра Он послужил нам верой и правдой И именно с его помощью мы сварили Самые свои грандиозные сорта Ну, с другой стороны, нам кажется Самые грандиозные сорта мы сварим еще в будущем Но в любом случае для стартового капитала Это необходимая вещь Рассказывается Ну, а что про нее рассказывается? Вот, как бы, ставим сюда бутылку Надавливаем, обжимаем Все Бутылка, естественно, с пробкой Единственное, что под свою бутылку Нужно выставить нужную высоту На которой будет срабатывать сам факт обжима Итак, берем бутылку, берем пробку Ну, бутылка, естественно, наполнена вот настолько Ставим пробку Пробка тоже продезинфицированная До такого вот щелчка Она повисла Вот так ее немножко на изгиб И, собственно говоря, все у вас обжато Все Красиво Это были Саша Гэндальф И Гоша Грипс Первая варня BRB Проект Первая варка Пейте вкусные в меру Подписывайтесь, ставьте лайки Ну, в общем, всю эту фигню знаете Всем пока Да У нас в шаговой доступности, что вы можете заказать Может, ртутный просто кому-то удобно будет Да У нас один человек варил в 2003-2004 году йогурт и для измерения температуры и кипятка использовал обычный медицинский термометр Который до сорока рассчитан Да И, естественно, он у него взорвался Жень тоже приветствует Не знаю, смотришь или нет Но, в любом случае Это было весело Ну, его-то может не учить Да Ноги Да Но Ноги Ноги дороги бояться должны Так мы помолули Наш солод Рож хотел сказать Солод все затерли В общем Это наша обжималка Обжималка наших пробок Как бы Ну, так и пишешь сначала Вот Надо работать под себя Хочу по поводу термометра заметить А что ты? Выходи сюда Покажи слюзи А вы что там стоишь за кадром Нет, нет Я буду голосом за кадром Так Итак Подвинься Вам пригодится погружной термометр В нашем случае это обычный китайский Вам пригодится погружной термометр В нашем случае это обычный китайский Он все устанавливает? Да Бумные шумбухи Нет Саня не гадается Всем привет Это Саша Гэмбель Это Гоша Гриф Тут у нас небольшая склеечка Накладочкой Гоша попал в неприятную ситуацию Наблюдал ее в достаточно паническом настроении Ну, ладно, не об этом речь В общем, вот она наша бродилочка Да А по поводу кастрюли хотел что-то сказать Но Барка так болит, что пиздец Хорошая кастрюля, вы довольны Мы решили сделать обзор того оборудования При помощи которого Мы получаем свой уникальный Обзор оборудования Бутылку признаться также Впускаем Это конечно достаточно Вот До такого вот щелчка Блять У меня так интересно сделано Смешно и ебало По поводу так смешно На шо подписчики не интересуются Хорош Субтитры сделал DimaTorzok